Вот это вот, милая девушка, в которой я дружил, потому что, живя в черёбушках, она помогала мне. Диск номер пять, её работа. Я рассказывал, она снимала. Я показывал посаду. И вот я сделал эту фотографию. Это первая гибридная маньчжурский абрикос. Самый первый. Я опять подробно, потому что, ещё раз говорю, когда-то пригодится. Хотя скоро заканчиваю разговор. И даже третий не рассказал, что всё. Но нельзя иначе-то. Итак, он дал плоды. Плоды были невкусные. Он дал второй урожай. Плоды были невкусные. Приходит третий год плодоношения. Ну, где-то на пятый год. Себя тоже взросло дерево практически. И я смотрю, хозяйка этого участка, а у нас общий забор. А я ей посадил. Она мне полшотки уступила. Я ей посадил целый сад. Вот. А мне надо было маньчжурцы испытать. А мне места нет. И в стране места нет. И я на её территории посадил два маньчжурских абрикосов. Думаю, я, бабки, ведь опозорился перед ней. Ведь опозорился. Ведь она ждала того. У меня-то за забором. Вот. Вот. Она молчит. Но дуется. Почему столько грушей насадил? Такие груши шикарнейшие. Их потом убил секатор его родственник, который взялся улучшать сад. Штамбы делают. Потом убил их. Но на тот момент... Куда мне столько груш? Сладчайших крупных. 200-300 грамм. А я завидовал, потому что я их посадил на её территорию. У меня там некуда была новая сорта. Представляете? А потом он их убил. Но это потом. И на какой-то момент, два года, она на меня дулась из-за того, что я груш понасадил этих саженцев привитых. Ну, однолетних там. Полметра, метр. Вот. И вот эти вот сеянцы. Два. На третий год... А я с них... У меня тоже не каждый год бывает. Морозов убьёт. А эти не убьёт. Потому что они живучие. Я возьму эти... Косики-то беру. Они не надо, чтобы вкусные были. Мне надо, чтобы подвое. Это сыновья манджурца. А сыновья манджурца, они имеют уже гены культурных. Это уже не дикарь, как тот, который вот с обломанными ветками выше. Это же был дикарь. А эти-то практически такие же. И вдруг на третий год моя соседка собирает, стоит с фёдрами и собирает. А я-то привык, что они мои. Ей даром не нужны. А они вкусные. Ёп. Я... Калитка у нас общая. Это сейчас её потом... Потомки забили. Не пускают меня. А тогда... Я захожу к ней... Чё? Вкусные? А у меня в голове сразу. А вот он, гибрид. А вот это. А вот то. Ветром надуло. А может быть, это телегония. Вот. А может, это это самое. Ой, тут память предков. Что угодно думал. Вот мне гугушку надо отвечать. А у меня... А может, это. А может, это. А может, это. А может, это. А второе. Оно ближе туда, к картошке. Внимание. Ёп. Дерево пыталось спастись. После его пилы. Вот. Это ещё раз. Мановерно. Я расскажу третий или четвёртый раз эту фразу. Старики, ветераны этого. Моего кружка. Пожалуйста, не обижайтесь. Когда начали гибнуть деревья, мной посаживали, большая часть. И когда я на него накинулся, говорю, Алексей, это шума сошёл. Он тракторист, бульдозерист и крановщик. У него было три удостоверения. Он в Сочинскую Олимпиаду даже ездил туда. Ну, на заработки. Вот. Три профессии. Константинович, запомни. Чем больше режешь, тем больше урожай. Вот это. Я это тоже запомнил навсегда. При моей плохой памяти. И вот он отрезал. Ещё в этот момент, кто видел мои старые фирмы, ко мне приезжало телевидение. А калитка была открыта. Может, потом её забили специально. Но тогда она была открыта. Я привёз и сказал, этому дереву не жить. Вот. Меня тогда любило место телевидения. Сейчас говорят, а хочешь фильм снимать? За каждую минуту гони пять тысяч. Это мне. А тогда это было не так. Тогда они в очередь стояли ко мне. Даже с Москвы телевидение приезжало. А здесь снял с телевидением, сказал, на следующий год было вот это. Оба! Один, потом второй. Вот и закончилась эта самая, как её назвать-то, карьера. Потом я вырастил у себя и получились тоже разные вкусы. Вот. Это всё должны знать ваши друзья. Обращаюсь к вам. Ну, знаете, через месяц будет 400-500, не 4, как у меня в морде, а 400-500 просмотров. Ну, каждый, каждый, прошу вас, это так просто. А потом любой из ваших друзей, без любопытства, если напишите, просто перешли к другому. Вы вспомните, как набирает миллионы просмотров? Пожалуйста, перешли к другому. Сам можете смотреть. Надо, чтобы эти фильмы, вот такие вот, подробные, обстоятельные, важнейшие, обошли страну. Сколько можно этих пней-то? У них уже миллионы, миллионы, миллионы. Я вас прошу, поэтому ещё раз. А потом ещё я кучу новых вещей расскажу. Но я не могу иначе. Почему? Сейчас Ютуб, скорее всего, закроет. Рутуб не раскручен. Как можно делать? Только из рук руки. Или, как раньше говорили, из уст в уста. Я вот поэтому обращаюсь, умоляю. Друзья, сделайте доброе дело. Разошлите. Чтобы меня не тыкали, как сегодня по телефону. У вас, наверное, это самое, вебинар, 4 просмотра. Ну, чтобы закончить эту тему. Смотрите. Три великолепнейших дерева, староватых. Вот когда я участок купил, он был в таком виде. А у меня есть целый фильм. Это три дерева, когда на ранетку привит уральское наливное. Не крупное, но куснючие яблочки. А урожай был сумасшедший. А целый фильм снят. Я же не выдумывал, когда угощал гостей с под этого. Вот. И я снимал в разных стадиях. Предпоследняя стадия. Вот это. До высоты головы взял, чертовой матери, поотряжал все ветки. И дерево начало гнить. А ведь это уральское наливное. Оно настолько надежное от мороза. Но ран-то было, знаете, сколько? Это. У меня же есть другие. В фильме видно же. Я еще помню. В фильме я говорю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, двадцать. Двадцать ран. Довольные головы. Это сосед наученный. Другой сосед, у которого я купил этот участок. Все три пришлось пилить на дрова. Все умерли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.